Пятое место смешения жанра. 40-летний адвокат Ален Руман переживает кризис среднего возраста. С одной стороны, он хочет иметь семью, детей, что возможно только если он женится на своей коллеге Лоранце, которую он не любит. С другой стороны, у него появляются странные влечения к тинейджеру Кристофу и девушке его подзащитного Бобетти. Он и сам не знает, что делать в этой ситуации. Ален желает весь мир, и весь мир желает Алена. Четвертое место без улик. Этьен скоро должен унаследовать от тести его компанию, производящую чистящие средства. Но одна встреча с другом в детстве Патриком все меняет. Этьен признается, что 12 лет назад украл у одного химика форму, благодаря которой его карьерный рост ускорился в разы. Патрик советует Этьену найти этого химика и вознаградить его по заслугам. Все усложняется после того, как Патрик убивает химика. Третье место Клара и я. 32-летний Антуан успешен, хорош собой и немного эгоистичен. Он встречает добрую и нежную Клару. Между ними начинается красивая любовная история, которая, однако, завершается трагически. Антуан теряет Клару и лишь тогда понимает, что она для него значила. Второе место Почему не я. Камила, Ева, Ариана и Николя имеют много общего. Все четверо занимаются издательским бизнесом в Барселоне, обожают Глорию Гейнер и предпочитают однополую любовь. Хотя в повседневной жизни друзья не скрывают своей гомосексуальности, их родители ничего не подозревают. Только мать Камила, женщина из высшего общества, знает правду о своей дочери. Первое место Мой лучший друг. Франсуа успешный антиквар, ведущий роскошный образ жизни. Он высокомерен, эгоцентричен и одинок. Катрин, его бизнес-партнер, предлагает пари. Если Франсуа сможет найти друзей, она уступит ему очень ценную греческую вазу. Теперь у Франсуа есть всего несколько дней, чтобы проштудировать свою записную книжку и представить Катрин своего лучшего друга.